Соборность Соборность Равнодушие Разъединяет людей Делает их одинокими, незащищенными Церковь стремится объединить Когда мы вместе, мы под ее защитой Сегодня у нас в гостях Преосвященнейший Ефимий Епископ Османский Викарий Липецкой Метрополии Здравствуйте, Владыка Добрый день Владыка, скажите, пожалуйста Вот церковь, русская православная церковь Избрала вас викарным епископом И этим, естественно, определив Очень высокий ваш статус священноначалия Как вы сами определяете для себя Главные цели, свою сверхзадачу При такой ответственной деятельности? Ну, конечно, труд очень нелегкий, непростой Но, тем не менее, как в словах При наречении епископа Избранный кандидат епископа отвечает Что бласение святейшего патриарха и священного синода С благодарением приемлю немало вопреки глаголю То есть в этих словах, собственно говоря, заключены Смысл служения, послушания церкви Ну, а послушание предусматривает то, что нужно трудиться Не только над собой Но и стараться трудиться во благо ближним И в той мере, в какой буду трудиться В этом будет определяться мое отношение Или, в другим словами, можно сказать Любовь к Богу и любовь к ближнему Ну, как архиерей, конечно, видишь, что Время на месте не стоит Общество меняется И, соответственно, нужно в условиях таких перемен в обществе Стараться донести слова Еваня Слова спасения для каждого человека Который неравнодушен к собственной душе К собственной жизни И который задумается о вечности бытия Предлагаю посмотреть краткую биографическую справку О епископе Ефимии Преосвященнейший Ефимий Епископ Усманский, викарий Липецкой епархии В 1994 году окончил фельдшерское отделение Глуховского медицинского училища В 2004 году окончил Воронежскую духовную семинарию В 2016 году Московскую духовную академию В 1998 году наместником Задонского Рождества Богородицкого Мужского Монастыря Епископом Задонским Никоном Пострижен выночество с именем Ефимий В 1999 году пострижен в Мантию В 2000 году рукоположен в Сан Ира Диакона В 2001 году митрополитом Воронежским и Липецким Мефодием Рукоположен в Сан Ира Монаха В 2009 году возведен Сан Игумена В 2016 году возведен Сан Архимандрита 25 декабря 2016 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Была совершена хиротония Архимандрита Ефимия Максименко Воепископа Усманского, викария Липецкой епархии В 2003 году назначен благочинным Задонского Рождества Богородицкого Мужского Монастыря В 2004 году экономом В 2004 году назначен председателем комиссии По канонизации святых Липецкой епархии С 2008 года по 2013 год был настоятелем Храма Архангела Михаила Села Скорняково Задонского района Липецкой области В 2011 году назначен благочинным По монастырям Липецкой епархии По благословению правящего архиерея Курирует вопросы строительства и реставрации Храмов Липецкой епархии В 2012 году награжден медалью 35 лет Силам специального назначения Внутренних войск МВД В 2014 году награжден медалью Святеля Тихона Задонского Липецкой епархии В 2015 году медалью Священномучника Уара Липецкой епархии Владыке Ефимию 41 год Кроме богослужебного и занятого Послушаниями времени любит читать Смыслом жизни считает жизнь во Христе Владыка, скажите, пожалуйста, как вы видите Ваше служение в ближайшее время? Ну, как векарный епископ Мои прямые обязанности входят Всецело помогать митрополиту Никону Липецкому и Задонскому В служениях, в епархиальной деятельности Потом опять же обязанности входит Решать какие-то вопросы приходской жизни Ну и, соответственно, эти все проблемы Доносить к сведению к митрополиту Никону Нужно будет, конечно, мне участвовать И стараться содействовать Может быть, какими-то новыми мыслями В деятельности Службы масс информации Липской епархии Отдела катехизации, образования Есть такая передача «Слово пастыря», Которую все православные Стараются смотреть И внимать Тем мудрым словам Которые Нам Патриарх Кирилл Вещают С этой телепередачей В одной из них Он сказал Отвечая на вопрос О том, что О необходимости Интеллектуального Развития Священников И он так мудро ответил Что Помимо Интеллектуального Развития Очень важным является Духовное развитие Священников Вот что вы думаете Как вы Видите и понимаете Вот Эту тему И примеры того и другого Если можно приведите Ну Священник Независимости Это архиерей Или священнослужитель Ну Я имею ввиду Человек Посвященный Священный Сан В первую очередь Он должен быть Впереди Своя паства Ведь если мы Смотрим Древние Изображения Пастухов Видим, что Пастух шел Не в конце Стада Впереди И почему Священное Писание И Валене Господь Говорит о том Что паства Знает Свою пастыря Пастыря доброго Поэтому Пастырь должен быть Впереди Стада Соответственно Чтобы быть Впереди Не только По сану И На этом Акцентирую Что вот я Священник А вы просто Прихожане Не в этом дело В первую очередь Он должен быть И духовно И интеллектуально Стараться быть Впереди С одной стороны Каждому Господь Дает свои Какие-то дары Способности Меру Да, свою меру Вот И Человек Все равно Должен Должен Постоянно Развиваться И очень Интересная Мысль Как бы Патриарха Как во время Такой беседы Перед Избранием На синоде Епископом Усманским Патриарх Сказал Что человек Должен Священник Должен Вернее Уметь И иметь Этот вот Навык Упражняться В мышлении Чтобы он Умел навык Учиться Не обязательно Можно Конечно Нагромозить Огромное количество В голове Информации И прочее Но именно Вот этот навык Над собой Работать И я так В ответ Как-то Вспомнил Графа Монте-Кристо Так вроде Такой Извинился Ваши святей Что я прошу Прощения За такой светский Может быть Пример Но вот Мне очень Врезалось Когда Он Эдмон Дантес Накодился В замке Ив Значит Заключение Аббатфария Ему сказала Вы знаете Что мозг Не уступает Бицепсам И его тоже Можно развивать Поэтому Необходимо Действительно Развиваться Интеллектуально Человеку Все знания Которые Накоплены Церковью Священное предание Они служат Все для единого Для Духовного Совершенства Человека Исторические Примеры Мы должны Учитывать Даже Советская История Не только Церковная Советская История Как развивалась Наша Страна Какие были Вехи Этапы В жизни Нашего государства В других Древних Государств Древний Рим Греции В Византии Почему происходили Какие-то Такие вот Крушения Этих государств Или Какие-то конфликты Нужно с этого Тоже делать вывод Уметь донести Чтоб человек Воспринимал Эту информацию Как урок для себя Ну и соответственно Просто Голые факты Информация Это можно Быть справочником Превратиться Бездушным Справочником Который Выдаёт информацию Это главным Образом Должна быть И духовная Жизнь Человека Потому что Если нету Духа Во всем То это Просто Получается Мёртвый Организм И пастырь Должен И учиться И в то же время В первую очередь Стоять на страже Своей жизни Потому что Можно Много Говорить Примеров Цитат Но человек Ну да Интересно Слушать От души Не нашёл И вспоминается Пример Из Трудов Митрополита Вениамина Феченков Когда он Зачитал Проповедь Святого Правда Ингроштадского Академии Ну кто как Отозвался Ну это какой-то Средней руки Сельский Священник Сказал Проповедь И кто-то Ещё какое-то Высказание Сделал Один студент Сказал Да нет Это непростой Человек Чувствуется Сила духа В этих словах Поэтому можно Сказать Пространно И много Информативно А вот Того духа Не будет содержаться В этих словах Поэтому конечно Митрополит Вениамин сказал Да Говорит Вы правы Говорит Это Протерей Иоанн Сергеев Говорит Вы угадали Что это Непростой Человек Святой Правда Кронштадтский Поэтому И так Жизни Нужно Необходимо Необходимо Не только Расширять Свою кругозор Интересоваться Но в первую очередь Смотреть На всю информацию Через призму Священного Писания И заповеди Божьей И смотреть На то Что угодно Или Богу Не удаляет ли это От Бога Или приближает Богу Эта информация Владыка Скажите пожалуйста А кто для вас Был примером Вот Такого Сочетания Интеллекта И духовной жизни Господь Как-то В жизни Посылает Много Примеров Главное Чтобы мы Эти примеры Умели Увидеть И для себя Сделать Выводы Ну на первых Этапах Своего Такого Церковления Я конечно Советую Свою Духовную Матерь Схемнахи Большое Такое Впечатление У меня Тоже Вначале Моей Такой Церковной Жизни Произвало Житие Святых Я вспоминаю Преподобность Сергия Радонежского Я так Удивился Думаю Если Преподобный Угодник Божь Такие Чудеса Творил То Насколько Всесилен Господь Все Изменить И конечно Владыка Никон Митрополит Никон Когда Пришел В Задонский Монастырь Поступил Число Братьев Он Для меня Являлся Примером Деятельности Очень Нравится Как бы Ну естественно Много Очерпаю И пропадью Нашего Патриарха Кирилла Мне нравится В том Что Патриарх Четко Ясно Излагает Мысли И Понимает Что человек Стоит Наверное Господь Не зря Поставил Человека Предстоятелем Церкви То что Человек Умеет Видеть Картину В целом Я Так Выражаюсь Может быть Немножко Другим Языком То что Что нужно Необходимо Церкви И все Труды И деятельность Конечно Действительно Нужна Молитва За патриарха Чтобы Господь Давал сил Возможности Ведь Работы Много И нужно Все успеть И несмотря На то Что Сколько Сделано И восстанавливаются Храмы И Открываются Воскресные Школы И открытые И идут Занятия По основе Вопросы На культуры Среди Студентов И все равно Как патриарх Подчеркнул Мы находимся Только в начале Пути Нужно еще Много Приложить сил Чтобы Вернуть И естественно Проводя Такой параллель Со светской Властью Недавно Как-то Просматривал Новости Статьи И президент Владимир Владимирович Сказал Что у нас Очень Глубокие Сильные корни А эти корни Как раз Находятся В нашей Духовности То, что Православие Было Основой Нашей Жизни Уклада Домострой Книги Семейной Жизни И Вспоминаю Что Такой Сон Святых Подвижников Сколько За такой Перед Времени Если Взять Другие Поместные Церкви Помню На Афоне В 2009 Водой Я с одним Инноком Общался Он говорит Ну вот Посмотрите Сколько Человек Прославили Буквально За 19 Век Вернее За 20 Век На Святой Горе Афон Но это Не умаляет Подвижничество Афонитов Силан Афонский Тудрит Русский А посмотрите Теперь Сколько У нас На Руси Русской Церкви Прославили Тем более Какой сон Таких Ходатаев И заступников Пред Богом Новомученики Которые Тоже были Как мы люди Старались Жили Радовались Жизни Трудились Имели Какие-то хлопоты Но они Свою жизнь Отдали За веру За Христа Пострадали Поэтому Примеров Можно черпать Много Со всего Владыка Можно сказать Что Чувство Ёмора Это тоже Своеобразный Инструмент Управления Особенно Сложными Структурами Вот У нас Пришло Время Чайной Паузы И мне Очень бы Хотелось Чтобы вы Своё Воззрение На Эту Форму На этот Инструмент Немножко Объяснили Рассказали Вот Какой-нибудь Интересной Ситуации Или Занимательной Истории Которая С вами Пересходила Вот И конечно же Во время Чайной Паузы Я вам Предлагаю Чаёк И вареничка К нему По нашему Обычаю Вот Угощайтесь Пожалуйста Начало Чайком Вот Я пока Предложу Нашим Зрителям Посмотреть Ролик О работе Правящих Архиереев О работе Управленческой По Епархии Преосвященнейший Ефимий Епископ Усманский Викарий Липецкой Епархии Был наречён Во епископа 1 декабря 2016 года В тронном Зале Храма Христа Спасителя В Москве Хиротонисан 25 декабря За литургией В храме Свидетеля Спиридона Тремифунского В Нагатинском Затоне Города Москвы Святейшим Патриархом Московским И всеяру Секириллом Преосвященнейший Ефимий Епископ Усманский Наравне с правящим Митрополитом Никоном Совершает Архиерейские Службы Необходимые Встречи Особой Концерт Рождественская Сказка В православной Гимназии Имени Преподобного Амбросия Оптинского Города Липецка Рождественская Телегостинная Вифлеемская Звезда 15 февраля Во всемирный День Православной Молодежи Владыка Ефимий Посетил Межрегиональный Фестиваль Друзей Экклезиаста Который Проводится Ежегодно На базе Православного Молодежного Культурного Центра Экклезиаст Викарный Епископ Пользуется Всей полнотой Иерархической Власти В делах Вероучения Священно Действия И пастерства Так 14 января Преосвященнейший Ефимий Епископ Усманский Совершил Первую Диаконскую Хиротонию Помимо Совместного Богослужения Владыка Ефимий Помогает Правящему Архиерею И в делах Управления Епархией Так 24 февраля В конференц-зале Липецкого Епархиального Управления Состоялось Собрание Духовенства Липецкой Епархии На котором Были подведены Итоги 2016 года Собрание Совместно Провели Высокопреосвященнейший Никон Митрополит Липецкий Изадонский И преосвященнейший Ефимий Епископ Усманский Итак Ваша история Пожалуйста Ваше рассуждение Вернее Ну вообще Если Смотреть на юмор Или шутка Это конечно Такой очень Иногда необходимый Инструмент Но я расцениваю Шутка Заключается в том Чтобы она Не должна Каким-то образом Унизить Или Обидеть человека Вот Я вижу шутку Инструмент В каком случае Когда нужно Разрядить обстановку Или какое-то Напряжение Создается В коллективе В этом В общении Или Человек Какое-то Уныние Отчаяние Такое состояние Вот Где-то Пошутил Поддержал Смолвши тетучи Разошлись Человека Примеров Много И таких Интересных Мне вот Как сейчас Понялся Примеры Жизни Архимандрита Павла Груздева Когда он Пошутил Каким образом Для вразумления Своей прихожанки У нее умер муж У нее прошло Даже 40 дней После смерти На танцы Гулянки В клуб Сельский Ходил Развлекаться Вот он И говорил Ну Нужно за Мужа молиться Ты танцуешь Ну Взял Чучело Охоронно Загримировал Под мужа Она вечером Возвращается Значит Из клуба Увидала Ой Ванька Мой стоит На кладбище Вернее На огороде Ванька Испугалась И молиться Вот Но она Это не знала Там А батюшка Павел И говорит Ну вот Ты молиться Тебе уже Ванька Является Ну вроде бы Шутка Послужила На пользу Поэтому шутка Нужно смотреть Конечную цель Любой шутки Должна быть Доброй И не навредить Доброй И не навредить И как бы Не обидеть человека Не унизить Очень интересно Было бы Узнать Как вы Начинали Черпать Вот эти Ценности Евангельские Как вам Открылась Книга Жизни Кто вам Помог Ее Начать Читать И что бы Вы Посоветовали И используя Свой Уже теперь Архиерейский Жезл В Использовании И в Научении Читать Такую книгу Особенно Что бы Вы пожелали Для Молодого Поколения Самое главное Для молодых Я считаю Что Нужно Не быть Равнодушным К своей Собственной Жизни Не увлекаться Внешними Какими-то Моментами И Соборность Как раз Вот сказали Объединенная Вокруг Евангельских Ценностей А не Объединенная Мимо Каких-то Страстей Таких Временных Ненужных Негативных Интересов Вот Почему Часто Так Вспоминаю Захея Когда Матаряк Когда он Влез на дерево Он Небольшой Рост Был Ну С одной С одной С одной Он Хотел Увидеть Христа С другой С другой С другой Таинственный Смысл Толкования Этого Момента То что Он Оторвался От человеческого Мнение Ведь Мы Посмотрим Даже Как Мода Кто-то Прошел В такой Шапке Фуртки Все Мода Начали Давайте Подражать И За этим Подражанием Не угнаться Ну Естественно Хочешь быть Модным Уже Деньги А денег Нет Нужно Заработать Если Нет Возможно Где-то Могут Сеяться Мысли Что-то Как-то Незаконным Путем Приобрести Это Так Фрагмент Такой Негативной Соборности Вот Наша Соборность Как Христиан Заключается Наоборот В приобретении Свободы От Страстей Каких-то Гереховных Привычек И Соборно Помочь Ближнему И Предолеть Подсказать Поддержать Вот В чем И заключается Соборность Поэтому Молодым Людям Главное Пожелать Чтобы Они Не были Равнодушны К своей Жизни В первую Чреди К самим Себе Как Вы Сказали Очень Мудро Спаси Господи Владыка Было Очень Интересно Беседовать С Вами Я думаю Что Этим Мы положим Начало Наших И дальнейших Встреч В рамках Этой Передачи И Думаю Что Не только Мне Было Приятно С вами Беседовать Но и Всем Телезрителям Также Была Полезной И Нужной Эта Встреча И Беседа А в завершении нашей передачи я желаю каждого, кто стучится в ваш дом, встречать словами «С миром принимаем». Когда мы вместе работаем, учимся, молимся, только тогда мы делаем себя и свою страну крепче и сильнее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!